В Химках на Алии Героев Трудовой Славы прошел торжественный митинг в честь Дня Космонавтики. В праздничном шестии приняли участие ветераны, школьники, активисты движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Очень приятно, что большое количество людей сегодня здесь присутствует, ну и что тем более радует молодежи. Молодежь очень смотрит, здесь и ветераны сегодня присутствуют, они общаются, ветераны какие-то делятся своими эмоциями, приглашают к себе на предприятие, потому что до сих пор у многих сохранились прекрасные отношения с нынешним коллективом. Подготовка к праздничной акции началась еще 10 апреля. В этот день на Алии состоялся Большой Субботник. Вместе с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной и общественниками участие в нем приняли более 100 жителей городского округа «Химке». С предложением благоустроить Алии выступили ветераны предприятия во время собрания совета ветеранов НПО «Энергомаш», в котором приняли участие члены движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Михаил Раев и Николай Томашов. Тогда работники авиакосмической отрасли внесли самые разные инициативы. После таких собраний ветераны предприятия тоже захотели выдвинуть свои предложения. Мы встречались буквально несколько дней назад. Было пожелание, чтобы привести в порядок Алии великих героев. Я считаю, не просто героев, а великих героев. Вот поэтому все мы сделали. Ну и если что, то в дальнейшем будем все это поддерживать на дальнейшем состоянии. Сейчас аллея преобразилась. На ней установлены праздничные арки и стенды, на которых изображены заслуженные работники космической отрасли. Благодарность за проделанную работу лидерам движения общественной поддержки «Химке интересно жить» выразил председатель Совета ветеранов НПО «Энергомаш» Геннадий Табачников. По его словам, привести в порядок Алии героев трудовой славы – дело святое. Ведь здесь находятся бюсты Семена Алексеевича Лавочкина, Петра Дмитриевича Грушина, Валентина Петровича Глушко и Георгия Николаевича Бабакина. На этом примере, по словам руководителя ветеранской организации, предприятие показало свою эффективность модель, когда к продвижению инициативы выдвинутой ветеранами подключились участники движения общественной поддержки и активные химчане. Результат не заставил себя ждать. После возложения цветов члены движения «Химке интересно жить» провели неформальную встречу, на которой ветераны охотно делились своими воспоминаниями о полете Гагарина в космос. Как только узнали, что у нас наш советский человек полетел в космос и уже приземлился, все, никто не работал, все вышли на улицу, на площадь, всех, как говорится, качали, поднимали кверху. Что было? Такой же солнечный день был. Все очень радостные были и все были счастливы за то, что наш первый человек оказался в космосе. Очень приятно пообщаться с ветеранами в обычной обстановке, когда они могут поделиться не только впечатлениями, но и просто поговорить за жизнь. И для них это очень важно. Внимание и участие. Члены движения общественной поддержки «Химке интересно жить» планируют дальше участвовать в продвижении инициатив, выдвинутых на собрании трудовых коллективов и жителями городского округа Химки. Напомним, что в городе прошло уже более 200 собраний с трудовыми коллективами, на которых было выдвинуто порядка 1200 предложений. Проголосовать за лучшие инициативы жители могут на специальном сайте. Александр Гузаев, Руслан Цафин. Новости Химки ТВ.